Добрый вечер, в эфире телеканал Репортер 73, программа Разберемся. Сегодня в преддверии Дня Молодежи мы будем говорить о ней, о молодых людях, парнях и девушках, которые живут на территории Ульяновской области, а может быть в России. Эту тему, возможно, затронем. Чем молодежь интересуется, чего она хочет, какие у нее есть возможности, и это будем обсуждать вместе с гостями студии. Сегодня с нами Дмитрий Шацков, директор Молодежного центра «Дом молодых». Андрей Журавлев, руководитель региональной дирекции программы «Российская студенческая весна». Ван Даисова, начальник отдела медиакоммуникации и связей с общественностью Молодежного центра «Дом молодых». И Валерий Моисеев, студент Ульяновского колледжа культуры и искусства, лауреат всероссийских фестивалей «Российская студенческая весна». Дмитрий, с вас начнем. «Дом молодых» объединяет всю молодежь. А молодежь у нас до 35 лет в стране, разные совершенно возраста, разного возраста. И это, на мой взгляд, вот одна из проблем. Вот эта пролонгация торжественного звания «молодой» до 35 лет как-то сильно разбавляет всю историю. Молодежи 15-16-летние явно интересно что-то одно, молодежи 35-летние что-то другое. Как их всех объединить на одной площадке? Получается ли это у вас? Да, у нас получается. При этом, ну, здесь разность возраста, она действительно чувствуется. То есть у кого-то одни запросы, у кого-то другие. Сейчас мы готовим День молодежи и понимаем, что это, конечно, разные запросы. И при этом мы делаем вместе с ребятами какие-то события. При этом они могут предложить какие-то свои идеи, мы предлагаем какие-то свои идеи. То есть, по сути, люди чуть постарше, вот в доме молодых у нас начальники отделов, это ребята, которые прошли определенный опыт, и у них есть за плечами уже багаж там проектов, багаж своей работы, и они выступают такими наставниками у молодых ребят. Вот. А молодые ребята предлагают дерзкие, креативные идеи, они знают тренды, и поэтому у нас такая, получается, синергия работы. Вот. Мы друг другу помогаем, переопыляем, так сказать, и вот здесь получается такая, действительно, общая совместная работа. Поэтому здесь, я думаю, здорово, когда есть разность вот этого поколения, уровня, где можно найти как раз вот в диалоге какой-то совместный, совместно как-то с креативить и сделать какую-то полезную классную вещь. Вот. У них свой взгляд, у нас свой взгляд, и при этом получается что-то третье. Ну, вот смотри, с одной стороны, получается, что под управлением опытной молодежи, менее опытной что-то делают, с другой стороны, среди совсем молодых тоже наверняка есть свои лидеры. Не получается ли конфликта интересов, борьбы за место? Почему вот этот дяденька 28 лет командует, а не я, там, 18-летний мальчик? Да нет, мы на самом деле со всеми по-взрослым нет такого. Ну, вот у меня лично нет такого там пренебрежения к возрасту. Такое, это называется, эйджизм, да, там, популярное сейчас слово такое. У меня нет никакого эйджизма. Я уважительно отношусь к ребятам, которые, там, и 15 лет, и 28, неважно. То есть и старшему поколению уважительно. Потому что я понимаю, что у всех разный есть опыт. При том, что ребята, там, 20-летние, там, или, там, не знаю, 16-летние, они могут быть гораздо способнее, например, тех, кто кому-то, там, 30-35 и так далее, в каких-то своих сферах. Вот. И при этом есть ценность у ребят, которые, там, им 35, у них свои какие-то навыки, умения. И главное находить в этом, ну, увидеть ценность у ребят, там, не знаю, по-младше и увидеть по-старше. Вот и все. То есть мы, ну, там, ровно относимся к возрасту. Например, на День молодежи у нас заявилось несколько ребят, которые захотели поучаствовать в качестве волонтеров. Им нет 16 лет, а в добровольчестве можно участвовать только с 16. И они мне написали, просто сказали, мы хотим принять участие в Дне молодежи. Я говорю, классно, давайте, ну, пишите просто, мы добавим у вас список, и вы будете участвовать у нас в дне. Они уже не первый год участвуют. И в этом году опять захотели, изъявили желание. Я даю возможность даже таким ребятам себя проявить, потому что я понимаю, что, ну, где еще они попробуют себя на таком масштабном событии, да? При этом мы вместе с ними делаем это все. И я им доверяю, потому что они уже не первый год хотят. И самое главное, что у них есть желание и инициатива развиваться. Вот в этом отношении я понимаю, что у них есть ответственность, они хотят получить ее и попробовать себя. Это самое крутое, что можно делать. Андрей, вы согласны с утверждениями, что вся молодежь разная? Потому что, вот смотрите, если взять людей уже возрастных, состоявшихся, как правило, мы все говорим, ну, вся молодежь одинаковая. Раньше было лучше, там деревья были выше, трава зеленее, а молодежь умнее. А вот современная не такая. Нет, я согласен с тем, что она разная, и это очень круто. Если бы она была одинаковая и похожа друг на друга, это был бы совсем другой разговор. Я думаю, как бы у этого бы ничего не было хорошего. Поэтому молодежь действительно разная, и это круто. А в этом ее большой плюс. Она всегда была разной, всегда и будет. Ну, я надеюсь. А как вы считаете, какие современные вот тренды в молодежной среде существуют? Ну, да я к чему? Там лет 5-10 назад было модно... Нет, не 10 лет, лет 5 назад точно было модно. Вот отношение к работе, например, у молодых. Они приходят, смотрят в офисе. Ой, кофе мне тут в кофе-машине вашей не нравится, я увольняюсь. Да, вот я не помню, как это называлось, такой тренд. Сегодня он сохраняется, и какие вообще сегодня тренды у молодежи? Я думаю, что вопрос о трендах – это вообще отдельная тема, на которой нам не хватит целой передачи. Они меняются, я думаю, очень постоянно. Но вопрос, касаемый, если кому-то не нравится кофе, он уходит. Я думаю, это есть и сейчас, и такое будет постоянно. Просто, наверное, это не то место, которое хочет видеть человек, если для него самое главное. Хорошо, тогда какие базовые ценности у них лежат в основе их мировосприятия? У молодежи какие ценности? Ну, хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос... Ну, у людей старшего поколения, там, карьера, деньги, там, вот эти бумеры, там, зумеры и так далее. Бумеры сегодня что? Распуфанки и все остальное. Да-да-да. У них сейчас уже другие отношения. Вот именно. Какие ценности у молодежи? Я думаю, они, в целом, остаются похожими, как карьера. Это тоже важно для ребят. Они заканчивают университет, заканчивают колледж, заканчивают что-то, они думают о будущем. То есть, как бы, глобально ценности не меняются. Меняются, может быть, тренды или, там, название этих трендов. Или подходы к достижению. Или подходы к достижению. Но я не думаю, что подходы прям меняются как-то к достижению ценности. А сейчас, да, я понял вас. Сейчас у Валерии спросим. Да, конечно. У нас самая молодая студия сегодня, да. Для вас карьера, достаток, имеет значение сегодня? Конечно, конечно, имеет. Когда ты идешь к своей цели, если она у тебя есть, мне кажется, у каждого молодого человека, у каждого, в принципе, человека есть своя цель. Допустим, у меня есть цель как-то совместить семью, которая у меня будет в будущем, и карьеру. Потому что это очень сложно, и я считаю, что это будет очень интересно. Потому что, допустим, если уж сравнивать с прошлым поколением, то не у всех это получалось, и кто-то бросал семью ради карьеры, кто-то карьеру ради семьи. И, ну, это не совсем правильно. Я думаю, что не только у меня есть такая цель. Много кто сейчас старается это совместить, и у них получается даже. А окружение дает вам такую возможность так развиваться? Потому что если мы там посмотрим, например, в квартал, такое молодежное объединение, или, например, даже в Дом молодых, то в основном это про какие-то такие проекты творческие, какие-то проекты рисовать, петь, танцевать, что-то волонтерить. Но нигде нет про то, как построить карьеру. Или есть? Как-то есть, конечно. Есть, конечно. Да, та же всероссийская студенческая весна. Там ты набираешься не только опыта, но там же еще много связей можно наработать. Ты можешь связываться с людьми, с ними списываться. Если ты понравилась им, если тебе кто-то понравился, создать какую-то... Ну, я песни пишу. Создать какую-то группу. И дальше все зависит от того, насколько тебе это нужно. Опять же, это про творчество. Творчество. Ну, а карьеру тоже... Карьерная же, сколько проектов, на самом деле, и в Доме молодых в прошлом году. Давайте, ладно, с вами продолжать. Как карьерная. Ну, если говорить, в принципе, о молодежи, да, я как бы, ну, чуть, наверное, больше остальных за ней наблюдаю. Мне кажется, как тренд сейчас у ребят то, что они не боятся что-то менять. Это не про кофе на самом деле. А про то, что если они понимают, что им что-то не нравится, то они не боятся это изменить. Они не боятся поменять работу. Они не боятся попробовать что-то новое. Наверное, это об этом. Это вот то самое наше поколение, да, там, ну, я где-то могу уже и так говорить. Может, там, десятилетиями работать на одном заводе, но просто потому, что вот он туда пришел, там, 20 лет назад человек, и он там сидит. Нравится ему, не нравится, комфортно ему, никакой кофемашины там, в конце концов, нет, а он там работает. А молодежь, ну, вот здесь коллектив, здесь вот, наверное, что-то не мое, здесь, наверное, что-то вот, а я хочу попробовать себя еще в этом. Потому что очень много примеров, когда, ну, ты учишься там на одну профессию, а потом работаешь совершенно в другой, и ты не боишься это пробовать, ты не боишься этому учиться. И вот, наверное, вот это больше тренд современной молодежи. А если про карьеру и про проект, ну, слушайте, мне кажется, сейчас и Росмолодежь Грант, и я в деле проект Ульяновский, причем, да, есть представительство. Да что угодно. Ну, и молодые ребята открывают бизнесы, в квартале очень много ребят молодых, кто делает свой бизнес. У нас сейчас мы вместе делаем с ребятами, кто занимается предпринимательством, в Доме молодых запускаем тоже свои совместные проекты, в том числе и в бизнес-направлении. А есть успешные какие-то... Ну, сейчас вот, например, мы тестировали нашу кофееню, у нас ребята, ну, мы закупили в рамках реализации программы, запустили кофе-автомат, опять же-таки, если мы говорим про кофе. И у меня три сотрудника пошли на обучение, сейчас мы будем запускать с ними на постоянной основе кофемашину. Вот, ребята обучились, мы закупили специальные там всякие вещи для того, чтобы штучки, да, там, для того, чтобы варить кофе. Вот, они прям загорелись, они прям хотят прям сделать настоящую кофейню у нас. Приходят ребята, которые занимаются швейной, швейным делом, предприниматели, а сейчас вот они настроили машинки у нас швейные, мы тоже закупали в рамках проекта такие вещи, и делают на День молодежи мерч. Вот, то есть, реально, ну, все пробуют заниматься каким-то делом, плюс вот про творчество, да, если говорить там про музыку, у нас много ребят, которые записываются сейчас, и это становится уже бизнесом в целом. То есть, там, у того же самого Антохи МС, там, да, сколько там, 500 тысяч прослушиваний, там, да, и это, на самом деле, монетизируется очень сейчас легко, там, на разных платформах, там, Яндекса, музыки, ВКонтакте музыки. Ну, разные стриминг-сервисы. То есть, по сути, им идут деньги за это уже? И это все понятно. Сейчас вот большинство родителей молодых скажет, ну, понятно, кругом фотографы, музыканты, а заводы стоят. Я к реплике Ванде хотел сказать, что, мне кажется, вот такое движение у молодежи, когда часто меняется работа, поиск лучшего варианта, возможно, как раз потому, что сегодня работодатели не видят очереди за дверью. Работодатели вынуждены находить и где-то находить людей. Было бы это, там, лет 15 назад, вряд ли бы у молодежи это получилось. Давайте с Андреем продолжим. Студенческая весна именно на дне молодежи будет как-то представлена? Да, конечно, будет блок, в котором будут принимать участие лауреаты фестиваля, как и студенческой весны среди профессиональных образовательных организаций, так и среди образовательных организаций высшего образования, среди школьников. Они будут представлены в отдельном блоке, который будет на главной сцене на протяжении часа. Это будет с 17.15 примерно до 18.15-18.30, поэтому каждый желающий сможет прийти и увидеть, ну, не всех, но некоторых ребят из тех, кто стали лауреатами. Что там будет? Будут танцы, будут песни, будут оригинальный жанр, будет КВН даже, ребята представят, студенты Ульяновского государственного университета. Вот. В общем, такая разнообразная программа получается. Понятно. Тогда к Андрею. Лера, кстати, будет поступать. Вот. Она лауреат первой степени. Давайте тогда к Лере, а потом к Андрею. Что у вас? К Андрею здесь. Ой, прошу прощения, гнилька, да. Три авторских песни, которые я продемонстрирую, спою и, надеюсь, все кайфанут вместе со мной. То есть, вами написаны слова. Музыка тоже? Да. А аранжировку кто вам помогает? Аранжировку в Димитровграде. Есть такая студия Петров Рекордс. Это муж моей крестный. Мы решили, что мы будем работать вместе и развивать это дело. Он мне помогает, я ему помогаю. Вот сейчас здесь прозвучало, что у какого-то исполнителя, как я понял, молодежного, там, 500 тысяч прослушиваний. У вас какие результаты? Чем можете похвастаться? К сожалению, похвастаться с какими-то масштабными количествами я не могу, но 100 прослушиваний в альбоме есть. 100 уже есть, но меня это очень сильно радует, на самом деле. На земле молодежи будет больше. Да, да. Ну, одна из участниц российской студенческой весны у Екатерины Дмитриевой, у Екатерины Николаевой Дмитриевны, она известна. Ну, под таким псевдонимом у нее сейчас, по-моему, около 160 тысяч тоже. С чего они начинали, да? Да, да, и ребята тоже начинали так же с сатанической весны. У меня еще такой вопрос к Валерии, а продвигаться сегодня музыкантам, исполнителям, авторам проще? Так как я только на начале своего пути, точно сказать не могу, но у меня уже есть куча возможностей, куча путей, по которым я могу идти. Вот та же площадка Дня молодежи. Я могу продемонстрировать свои песни. Да, просто я вот сейчас всех хочу подключить. Там лет 20 назад у нас была рок-группа, и мы не знали, как себя продвинуть, потому что, ну, ты мог кассету записать там и друзьям раздать, а что делать дальше не понять. Сегодня сервисов полно. Хочешь контакты залей, хочешь туда, хочешь сюда. При этом на Ютубе есть целая куча видео, где человек обозревает там группы, у которых ноль просмотров. Интересно, почему, да? Вот почему так получается? Ну, кстати, вот, да, недавно, не лето, перепел песню «На родину я еду», это парень, который записывал там тысячу лет назад эту песню, и потом они, хоп, ее перепели, и она стала суперпопулярной. То есть это очень круто, что есть такие форматы, когда ты реально можешь поделиться своим творчеством, а потом это станет заметным. Мы плюс в Доме молодых сейчас открываем, мы вошли в десятку арт-резиденций «Таврида арт», это федеральный проект, который находится в Крыму. И сейчас мы как раз-таки берем резидентов, ребят талантливых, которые будут участвовать также в форуме «Тавриды», вот, выигрывать там гранты, и мы всячески будем их продвигать. Поэтому здесь мы всячески помогаем таким талантливым ребятам, в том числе вот на главной сцене выступать, плюс я думаю, что мы дальше продолжим уже, у нас есть звукозаписывающая студия также. Вот, и мы помогаем ребятам себя реализовать и дальше их раскручивать, чтобы у нас больше стало таких Сергеев-Жуковых, грубо говоря, да, там из Ильяновска, о которых все знают. Клонировать Жукова. Ну да, примерно так. Да, Дмитрий, а как Дом молодых вообще будет участвовать в «Стенической весне»? То есть сколько площадков вы оставляете? Или это к Ванде вопрос? Кому? «Стенической весне» или… Ой, прошу прощения, в «Дне молодежи», да. Я уже так заколабился со всеми этими названиями и праздниками, да. Как мы будем участвовать? Ну, мы вообще, в принципе, одни основные организаторы совместно с Министерством молодежного развития. Мы делаем этот праздник уже второй год. Вот. У нас восемь направлений. Это… Концепция основная – это вместе с Россией. У нас вместе будет площадка вместе с Родиной, вместе с новым, все, что связано с медиа, вместе со здоровым образ жизни, вместе с креативом, все, что связано с творчеством, вместе с… Туризмом. С туризмом, да. И еще несколько площадок. Вместе с своим делом. Вместе с своим делом, вместе с карьерой, то есть где будут представлены уже там ульянские предприятия, ульянские университеты все наши. Образовательные организации, да. Образовательные организации, общественные организации. То есть у нас, по сути, мы делаем весь день молодежи с силами молодежи. По сути, у нас… Мы делаем это вместе. Я всегда говорю о том, что не делать для молодежи, потому что это какой-то такой подарок, как будто бы делать вместе с ней. Тогда получается намного продуктивнее, и у каждого из нас есть, ну, там, право на то, чтобы попробовать. Потому что вот ребята, кому еще не исполнилось, там, 18, или они супермолодые, у них есть возможность организовать масштабное событие в центре города. То есть это не каждый день там дают, да, там, сделать какой-то праздник или фестиваль. А здесь у нас есть возможность, объединившись ресурсами, что-то организовать свое. И показать вот, ну, там, старшему поколению, частенько говоря, там, что у нас молодежь не та, там, и так далее. Вот приходите на День молодежи и посмотрите, какие мы. Реально, мы хотим показать себя с лучшей стороны, чем мы занимаемся. Причем в этом году мы всех призываем к тому, чтобы прийти с семьей. То есть не просто, там, мы делаем День молодежи для молодежи, там, да, или как-то вот, что только одна целевая аудитория у нас будет. Мы хотим сделать еще… У нас будет детская программа с детскими мастер-классами, можно прийти порисовать. Берите бабушку, дедушку, маму, папу. Не знаю, приходите действительно на День молодежи, чтобы вместе, так сказать, узнать, чем у нас живет молодежь, потому что она разная… Чтобы знакомиться со своими детьми. Да, наконец-то узнать, чем они занимаются, вот потому что действительно хочется показать что-то такое семейное, сделать действительно этот праздник не просто, чтобы мы молодые пришли и все там, как потусили, так сказать, да. Никакой тусовки. У нас много разных площадок серьезных, в том числе у нас будет лекторий. Можно что-то новое узнать, можно чему-то новому научиться, можно послушать, узнать, не знаю, новый музыкант открыт для себя. То есть всяческие направления, которые мы представим на Дне молодежи. В том числе это будет выпускной, Дни выпускных. Ребята могут прийти и узнать, какие предприятия у нас есть в Ульяновской области. И все в один день. Да, какие у нас есть университеты, какие факультеты у этих университетов. Тебя могут там же проконсультировать, куда поступать. Сразу можно реально узнать, куда можно поступить, куда можно пойти работать. Все можно узнать в один день, просто вот придя на День молодежи. Спасибо, Дмитрий. Андрей, вам вопрос. Вы как тоже руководитель большого события. Вам не кажется, что вот все, что Дмитрий перечислил, с учетом того, что все это в центре города, все это превращается в какую-то фантасмагорию, в которой достаточно сложно разобраться? Ну почему это фантасмагория? Мы говорили вначале о том, что молодежь разная, и здесь мы показываем, что она действительно разная, ее много. Это не фантасмагория, это то, как она выглядит, молодежь. То есть чем она увлекается, можно посмотреть. Можно так сказать, что вся молодежь это какая-то там, да. Сплошная фантасмагория. Да, да, да. Здесь как раз она показывает, что мы разные, но мы много чем занимаемся, много чем увлекаемся. И вот, пожалуйста, посмотрите. Ну вот смотрите, как это происходит. Практически всегда это центр города. Мы всегда говорим, центр города, центр города. Мы забываем, что у нас есть периферии города, а еще у нас есть огромная область вокруг нас, где тоже есть молодежь. В области у нас также в областных центрах проходит в районных праздник, да, тоже День молодежи. И также будет в Заволжье, по-моему, у нас одна и несколько площадей. Сотка, да. Сотка, фестиваль будет в парке 40-летия, в Димитровграде также отдельные праздниства проходят. В Федерации, на следующий день дрифт-шоу. Но в Федерации это центр. Ну, хорошо. Но дрифт-шоу это не центр, но это будет уже... В основном всегда, традиционно, вся молодежь в основном идет в центр. Все праздники у нас проходят в центре, поэтому... Я понимаю, а нет смысла как-то растащить именно молодежь, показать, что есть вообще другой город? Нет, другой город на том берегу, в парке 40-летия у нас будет. День молодежи, наши коллеги из управления по телу молодежи делают его. В районы имеется в виду, то есть там... Ну, мы же хотим их объединить, чтобы они встретились, пообщались, поговорили, увидели друг друга. То есть как бы такая произошла консолидация людей в этот день. Поэтому, конечно, их хочется собрать. Давайте слово молодым, Валерий. Вот тут так уже звучало несколько раз, что молодежь современная, и ее родители, и более пожилые поколения, бабушки, девушки часто друг друга не понимают. Как вы считаете, правда ли это, верно ли это утверждение? Ну, на примере, там, может быть, друзей, знакомых... Может быть, у вас не так, конечно, но в массе как происходит это дело, и как наладить коммуникацию? Опять же, у каждого индивидуально это проходит. Допустим, если, опять же, брать меня в пример, то я с родителями абсолютно открыта. Потому что я считаю, если такого не будет, то у нас не будет какого-то взаимопонимания. То, что родители все-таки меня воспитали, дали мне очень многое, дали мне возможность учиться здесь. Даже вот сегодня, когда я получала диплом, все равно как-то сидишь, думаешь, ну, спасибо маме, спасибо. Есть у меня среди знакомых, которые, к сожалению, никак не общаются с родителями, с бабушками, дедушками. Но у них тоже есть на то своя причина, потому что родители, старое там поколение, к сожалению, они застряли в том времени. И для них какие-то наши новые продвижения, наши новые идеи, кажется странными, как будто бы они не приведут ни к чему, не приведут к заводу, к какому-то стабильному заработку. Ну, если грубо говорить. Ну, скуфы скучные сидят, короче. Честно, только вот недавно узнала, что такое скуф. А я хотел спросить ваши родители, раз вы так честно общаетесь, ваши родители знают, кто такой скуф, но вот, оказывается, вы сами. Если я не знаю. Я понял. Иногда сидим, смеемся над этим, мол, ты не знаешь, а мы-то что тут узнаем? Сами узнаем, хоть словарик заводи с молодежных слов. Понятно. Давайте к Ванде теперь. Ванда большой профессионал в деле общения с молодежью. Да. Не знаешь, ничего страшного. Вообще, вот теперь давай посмотрим со стороны родителя. Как налаживать коммуникацию? Ну да, у меня как бы уже, в принципе, 4 из 5, они входят в категорию молодежь. Вот как бы, младшему недавно исполнилось 14, стало четверо. Ну как, в принципе, ну, во-первых, я признаю тот факт, что они разные. И для меня, как для мамы, да, самое главное, чтобы каждый из моих детей шел по своей дороге, которая приносит ему, ну, радость, удовлетворение, да. Ну, естественно, чтобы это была какая-то условно прямая дорога, да, не сворачивающая куда-то там, не туда, куда нужно. Но при этом я, во-первых, горжусь, потому что, ну, у каждого из детей есть какие-то свои достижения, успехи, там, дочь была на Всемирном фестивале молодежи, единственной от Ульяновской области представляла область, да, вот на фестивале, на маркете. Там сын у меня спортсменский, эдбардист, то есть у него свое направление, да, он в этом вот развивается, там, волейбол, там, у него, не знаю, команда школы область взяла, то есть, ну, вот младший там какой-то тайный ютуб-канал себе ведет, то есть ему это интересно. И я понимаю, что просто у каждого своя область интересов, и я с ней, ну, как бы, ну, это больше какое-то партнерство, что ли, то есть я просто признаю за ними, что вот они человеки. То есть вы не стараетесь, ты не стараешься из них вылепить то, что хотелось бы тебе увидеть, ты даешь возможность самим. Ну, это, знаешь, есть же такое, да, что в многодетной семье, там, мама сначала, ну, когда их рожает, ну, это тоже один из многих стереотипов, что вот там один должен быть полицейским, второй врачом, третий пожарным, а четвертый горгар. Да, ну, понимаешь, да, что каждый из детей был полезным. И когда вот уже четверо, как бы, определились, мы на младшую с мужем, ну, дочь, наверное, ты хочешь стать врачом. Она, да, наверное, я хочу стать врачом. Ну, недавно она открывает свой альбом, так и показывает рисунки. Я подумала, решила, что хочу стать художницей. И мы такие, ну, все. Второй художник в семье. Все, второй художник в семье. Ну, нет, конечно, ну, а зачем? Зачем? В свое время меня так пытались слепить родители, мне сказали, слушай, ну, вот, надо поступать на эконом. А мне хотелось в театральный, понимаешь? И я пошла на мехмат. Ну, логика железная, во-первых, девичья, во-вторых, ну, вот, юношеская, да. Я пошла на мехмат, на программиста, отучилась. Кем я сейчас вообще работаю? Ну, то есть, вот, все равно ушла в творчество. Поэтому какой смысл? Я могу в этом процессе лепки поучаствовать как раз-таки какими-то ценностями, да, базовыми убеждениями, что семья — это важно, что вот мама и папа должны быть, да, как бы вот именно мама — это мама, папа — это папа, а не какие-то другие там вещи. Что там, ну, я не знаю, но то, что девочка должна выйти замуж и родить детей, конечно, это тоже, мне кажется, навязанный стереотип, потому что девочка все-таки выбирает для себя это. Это логично, это естественно, что когда-то она станет мамой и вот будет там хозяйкой в семье. Но опять же, это ее выбор. Для меня самое важное, чтобы каждый из моих детей был счастлив. Контрольный вопрос к тебе. Сколько из четверых твоих молодых в доме молодых в проектах участвует? А вот, кстати, вот та самая дочь, она, мне кажется, она победитель, кстати, многих проектов. Вот то, что в прошлом году, то есть это и художественные какие-то конкурсы у нас были, там еще что-то. Будущий зять у нас тоже участвовал. Сын скейтер, опять же. Младшие оба в обустройстве двора участвовали так, что муж, вся семья, собственно. Понятно, спасибо. Андрей, давайте к вам переходим. Хватает ли, на ваш взгляд, хватает ли внимания со стороны государственных различных служб, там уровня региона, муниципалитета, к молодежи? Дают ли вам власть имущие то, чего вы хотите? Ну, всегда можно сказать о том, что можно больше и лучше, но могу заявить, что да, внимание определенное есть, поддержка осуществляется в различных направлениях. То есть, ну, я имею в виду, по крайней мере, по моей линии. Единственное, ну да, конечно, всегда можно сказать, что всегда можно больше, всегда можно лучше, нет предела совершенства. Вот. Есть ли вопрос в этом? Дмитрий, вы как на это смотрите? Есть ли какие-то проекты, которые, может быть, предлагались и были каким-то причинам зарезаны? Нет, я вот на самом деле от себя скажу. Во-первых, сейчас, как Ванда сказала, есть огромное количество грантовых конкурсов, где можно на себя заявить любую идею. Вот сейчас, буквально сейчас, на данный момент, проходит у нас встреча в Доме молодых участников нового форума «Метеор». Ребята едут в Нижний Новгород, там будут представлять проекты, идеи, гранты, привозить обратно сюда в регион и реализовывать здесь проект. Плюс, вот сегодня буквально тоже общался с ребятами, к нам пришли несколько человек скейтеров, кто делал скейт-дом, ребята здесь вот молодые, да, кто катается на скейтах. И мы в этом году будем с ним вместе делать площадку во дворе дома. То есть у нас есть теперь наш двор. В прошлом году мы, так сказать, его захватили у правительства. Вот. Я так вот говорю. На самом деле, это принадлежал двор правительства, управ делами. Мы туда зашли, ну, написали официальное письмо, попросили. И парковка была. Да, то есть мы попросили выделить этот двор для проведения мероприятия. А в этом году этот двор уже передали нам на баланс. То есть мы, по сути, теперь являемся хозяевами этого двора, приводим его сами в порядок, своими силами, своими руками. Ребята захотели сделать там скейт-площадку. Мы отчистили все от мусора и в скором времени будем там создавать для себя же площадку вместе с молодыми ребятами. То есть это вот как показывает диалог между уровнями. То есть, по сути, Алексей Юрьевич там приходил к нам, наш губернатор, да, приходил к нам, спрашивал, что у вас со двором там. Ну, говорим, мы вот будем, планируем, хотелось бы, чтобы этот двор был наш. Вот. Он говорит, окей, хорошо, давайте работать над этим. И сейчас вот мы получили наконец-то этот двор, теперь он наш официальный. Вот. При этом у нас проходила школа граффити, школа стрит-арта. Пришло 47 человек, кто так хаотично занимается граффити в городе. Мы с ними провели несколько мастер-классов, пригласили еще экспертов. И они вообще, я прихожу как-то раз в дом, там, меня не было один день, они разрисовали весь двор там, и сделали там ворота разрисовали. То есть, ребята всячески... А тебе не понравилось? Нет. Ты сказал, нам еще серый красный. Я сказал, все молодцы, классно, здорово, что не спрашивали и сделали сами. Вот, ну, как бы здесь поддержка со всех сторон. При этом, в прошлом году, если говорить, да, про поддержку со стороны государства, ну, федеральный центр выделил нам в регионе субсидию, большие средства были, на которые мы, соответственно, реализовали дом молодых. То есть, это была стройка, губернатор поддержал, выделил это здание, да, на радищу 154 корпуса, один мы находимся, и получается, это новая инфраструктура. До этого не было вообще места для молодежных организаций, для молодежи, у нас не было такого места. И теперь он наконец-то появился и стал нашим домом, домом молодых. Спасибо большое, к сожалению, время программы подошло к концу, я напомню, мы обсуждали то, чем занимается ульяновская молодежь, то, чем она хочет заниматься, какие у нее есть возможности. Но это, на мой взгляд, главное, что мы выяснили, что даже без денег можно сделать многое. Главное, хотеть что-то сделать. Всего вам доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова